Добрый вечер! В эфире аналитическая программа Триггер. В студии авторы и ведущий политический комментатор Алексей Тулбуре и я, Виктор Чабану. Сегодня поговорим об очередной, пятой по счету, а по факту шестой, инаугурации Путина. 24 года единоличной власти. Это серьезная заявка на вступление в клуб африканских диктаторов. Очередной ядерный блеф или все-таки угроза обезумевшего пахана. В ответ Запад обозначил красные линии для Кремля, к чему может привести эскалация противостояния. 9 мая приближается. Что празднуем? Первые результаты ветинга. Высший совет магистратуры запустил конвейер по приему отставок судей апелляционной палаты. Как обычно, наша традиционная рубрика «Перломет». Начнем с короткого репортажа. Внимание на экран. У нас не будет представителя на его инаугурации. США будут бойкотировать мероприятия? Мы не будем присутствовать на инаугурации. США считают Путина нелегитимным? Конечно, мы не считали эти выборы свободными и справедливыми, но он президент России и будет им оставаться. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался против того, чтобы представители ЕС присутствовали на мероприятии, сообщает Аджир Пресс. Францию на инаугурации будет представлять посол страны в Москве, сообщил рейтер в понедельник французский дипломатический источник. Решение Парижа свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере, поскольку многие страны, в том числе страны Балтии, категорически выступили против предоставления Путину любой формы легитимности. Министерство иностранных дел Украины призвало международных союзников не признавать Путина законным президентом России, сообщает рейтер. Украина не видит правовых оснований для признания его демократически избранным и законным президентом Российской Федерации, говорится в заявлении министерства, опубликованном сегодня. Находящийся у власти почти четверть века без реальных соперников на прошедших в марте выборах президента Владимир Путин получил 87,28% голосов. 71-летний Путин находится у власти в течение последних 24 лет и пытается восстановить влияние Москвы на соседние страны. В настоящее время российская армия участвует в полномасштабном вторжении в Украину, которое началось в феврале 2022 года по приказу кремлевского лидера. Несколько лет назад Путин внес поправки в Российскую Конституцию. После окончания срока нынешнего мандата в 2030 году он сможет снова баллотироваться на новый срок, который завершится в 2036 году, когда ему исполнится 83 года. Международные политические обозреватели с интересом ждут, будет ли переназначен на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, который находится в этой должности уже 20 лет. Также много спекуляций вызывает будущее министра обороны Сергея Шойгу, одного из заместителей которого недавно арестовали по обвинению в коррупции, сообщает Аджир Пресс. С момента прихода к власти в качестве исполняющего обязанности президента в последний день 1999 года Владимир Путин подавил политическую оппозицию, изгнал из страны независимых журналистов и маргинализировал многих членов общества. Противников режима либо сажали в тюрьму, либо убивали, либо дисквалифицировали по процедурным основаниям. Путин дольше всего находится у власти со времен Иосифа Сталина, а по завершении нынешнего мандата по времени нахождения у власти опередит Екатерину Великую, которая правила в 18 веке, сообщает Ассошиед Пресс со ссылкой на ТВР-Инфо. Ну вот, практически четверть века царствует единолично Путин. В очередной раз устроил автоинагурацию себя же любимого. Я не случайно вначале сказал, что это серьезная заявка на вступление в клуб африканских диктаторов, поскольку вот такие сроки пребывания у власти ни в каком демократическом государстве в принципе не наблюдается. Ну вот Россия в лице режима Путина пытается продемонстрировать, что все это в общем-то нормально. Вот как сказал в своем обращении после инаугурации Путин, заявил о правильности курса страны в условиях серьезных испытаний. Далее он сказал, что результаты прошедших президентских выборов, которые мы с вами обсуждали, и среди которых там было названы чудовищные цифры от 20 до 30 миллионов нарисованных голосов, являются колоссальной силой, свидетельством нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами. И еще одна цитата буквально, поскольку здесь меня зацепил один термин очень интересный. Трудный рубежный период и так далее. А власти страны обязательно реализуют долгосрочные планы, масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. И здесь делаем паузу, главной из которых, по словам Путина, является народосбережение. То есть в целях народосбережения вот этот обезумевший диктатор разворачивает войну, убивает, скоро это будет уже полмиллиона убитыми своих, своих, не считая сколько сотен тысяч, так сказать, украинцев и не считая покалеченных еще россиян. То есть скоро эта цифра уже, наверное, больше миллиона из себя представляет. И вот оказывается, что главной его целью было народосбережение. Ну вот такая каша в голове вот у обезумевшего диктатора. У меня как бы даже комментарий каких-то не могу придумать на эту тему. Нет, это вы правильно сказали, что может вступать в клуб африканских, ну не только африканских, а любых. Да, азиатских, да. Где там у нас еще это происходит, диктаторов. Потому что это диктатура, во-первых. Во-вторых, это самое яркое и показательное свидетельство того, что Россия выпала из числа стран, соблюдающих хоть какие-то нормы. Вот мы видели ранние инаугурации, когда присутствовали лидеры других стран. И вот что сейчас? Фактически никого. Да, он говорит о развитии. Нам и говорили, что в условиях изоляции все может происходить, кроме развития. Развития. Там развития нет. Развитие надо было до сих пор развиваться. 30 лет псу под хвост, из которых 24 при Путине. Да. Все, он в своей речи, опять эта речь началась с анализа позиции России в сложившейся ситуации. Опять он выразил обиду России в отношении того, какое место оно занимает в системе международных отношений. Россия должна сама решать, к России должна относиться с уважением и так далее. А в чем неуважение к России? Россия богатейшая страна, самая богатая природными ресурсами, страна на земле, самая большая по территории. Прекрасные, талантливые люди живут, трудолюбивые и так далее. Что мешало России, избавившись от идеологических оков Советского Союза, рвануть вперед в своем развитии? Сейчас Россия должна была быть лидером мировым по технологиям в каких-нибудь передовых отраслях. Ну, в частности, в космосе, например. Потому что были все предпосылки для этого созданы. Первый человек. Была прекрасная возможность при Шрёдере, замечательный газ в обмен на технологии. И как бы рванула Россия, да? Ну, Шрёдер такой же, как Путин. Нет, надо было не красть. Они нашли рыбак, рыбака видит издалека. Да. Все шансы на модернизацию, на трансформацию Россию в мирового лидера по очень многим позициям были упущены. Сейчас, значит, вот мы сейчас накануне 9 мая, тот факт, что последние 15-20 лет происходит такая эскалация празднования 9 мая, вот так я это называю. Это такая классическая технологическая подмена величия реального, величием... Сегодняшнего. Величием в прошлом. В прошлом, да, это великая победа. Советский Союз победил во Второй мировой войне вместе с союзниками и так далее. Никто этого не отрицает. Но прошло уже 80 лет, простите. Другого величия Россия не может представить, предложить. Вот они, так сказать, поэтому на это... Патриарх сравнил его с Александром Невским. Оговорился, назвал ваше высочество. Ваше высочество, да пока высочество. И выразил надежду, что правление продлится до скончания века. Ну, это, значит, патриарх, это еще тот патриарх. Да. Умелец, так сказать, да. Придворный такой патриарх. В погодах. Там настоящие патриархи закончились при Иване Грозном, по-моему, в России. После него уже, значит, это отдел государства такой. Московская патриархия и так далее. Поэтому... Поэтому вот то, что мы наблюдаем, вот эта инаугурация, ритуалы, они выхолощены, ничего за этим не стоит, кроме атрибутики. Вот атрибутика. Он, значит, принес клятву, принял парад почетного, полка почетного, почетной охраны, пошел, участвовал в службе и так далее. Но этого президента не считают легитимным в мире. То есть Путин, вот как было сказано в репортаже, Путин будет президентом, он останется, понятно, но он будет обладателем власти. Вот так вот, если пользоваться языком международного права и по, значит, новоязвам таким. Так же, как и Лукашенко. Лукашенко никто не признает президентом легитимным. Он обладатель власти. То есть реальный человек, который силой оружия, спецслужб контролирует страну. Так и Путин будет контролировать страну. Мы видели в репортаже коллективные фото, там строились лидеры мировые. Путин, как обычно, опоздал. Его всегда все ждут. Он опаздывает даже на встречи с лидерами мировыми. Уже этого не будет нигде, он ни с кем фотографироваться не будет. С ним будут говорить только по вопросам прекращения войны, по вопросам гуманитарным. Ну, вот, когда надо принимать какие-то решения. Была весенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Их четыре в году, вот, была весенняя в апреле. И на этой сессии была принята резолюция, такое обращение парламентской ассамблеи. Надо напомнить, что в Советы Европы входят все страны континента, кроме двух. Было кроме одной, стало кроме двух. Двух. Беларусь никогда не была членом Совета. Она имеет статус наблюдателя. И теперь Россия тоже не член Совета Европы. Ее выперли оттуда в марте 2022 года. Вот сорок семь, сорок шесть стран приняли резолюцию, по-моему, единогласно, в которой обратились к мировому сообществу, ко всем лидерам, с тем, чтобы не были признаны полномочия Путина, как в качестве президента. И прекратить все контакты с ним. И прекратить все контакты. Ну, значит, чуть неделей позже Европейский парламент, это уже структура Европейского Союза, приняла примерно такую же резолюцию с непризнанием легитимности Путина. Значит, дайте резолюцию, но есть рекомендательный характер, мы это знаем, миллион раз говорили об этом, это никого к чему не обязывает, это позиция, это позиция мирового сообщества. Ну, политически. Каждая страна на национальном уровне может принимать соответствующие решения. Я не думаю, что люди будут отзывать своих послов, или столицы европейские, или другие, будут отзывать своих послов. Будут прекращать контакты на уровне дипломатического взаимодействия и так далее. Германия отозвала. Германия отозвала для консультации, и может быть для того, чтобы посол не оказался в дусмысленном положении, не участвуя или не приняв приглашение участвовать в инаугурации Путина. Он поехал в Берлин. Сказать, что это очень почетная ситуация для лидера такой державы, мы не можем. Это стыдно. Это стыдно. Да, в советский период, особенно после войны, когда у Советского Союза был статус страны-победителя. Да, Советский Союз не был членом Совета Европы, не был членом экономического сообщества изначально, потом Европейского Союза. Да, был членом ОБСЕ после 1975 года, потому что речь шла о безопасности, и он принял принципы. Да, страна-основатель ООН там, в Советском Союзе, присутствовал. Но в демократических международных формах он не был. Но даже при том, что как формировалась власть в Советском Союзе, это совершенно другая практика, чем та, которая имеет место в демократических государствах, где люди реально голосуют, где общественное мнение имеет значение, где есть разделение властей. В Советском Союзе руководил семь партий. Выборы были имитацией демократических процедур. Мы это помним. Мы участвовали во всем этом. Ну, сейчас примерно то же самое, только не партия, а копирки в озеро. Сейчас примерно, вот я к этому иду. Сейчас примерно то же самое будет. То есть, но тогда это все было и все происходило по идеологическим соображениям в основе советской власти, в основе СССР лежала некая идея, идеология, идеология коммунизма, идеология, там, мра, сотрудничества, равенства, братства, гегемонии пролетариата. Все это, конечно, декларативные вещи. На практике, так сказать, это было сословное общество, где номенклатура партийная жировала, а этот самый гегемон, так сказать, перебирался и перебивался другими вещами. Но, тем не менее, к Советскому Союзу относились с уважением, признавали, и Советский Союз был вторым полюсом, двухполюсном мире. Один полюс был, странный штат, второй и сателлит, второй Советский Союз и сателлит. Сейчас не будет этого. Вот все эти потуги Путина вернуть России некое величие, они не закончатся тем, что Россия станет великой. Закончится тем, что она окажется в такой относительной изоляции. Понятно, что будут сохраняться какие-то контакты с южным полушарием, странами юга глобального. Ну и в любом случае это будут какие-то вассальные отношения по отношению к Китаю. Многополярный мир, вот эта придумка тоже не работает. Мир по-прежнему будет двухполярным, только место СССР займет Китай. Совершенно верно. То есть, поэтому я повторяю, мне было очень грустно, потому что камера выхватывала, я смотрел, посмотрел инаугурацию, камера выхватывала лица приглашенных, когда он выступал, потом прозвучал гимн. Лица очень известные из советского прошлого, людей, которыми мы по заслугам восхищались, очень уважали. Пахмутова оказывается, я даже к моему стыду не знал, что она еще в строю. Долина из артистов, из музыкантов. Это люди, которым Путин испортил и некрологи, испортил и карму, и репутацию, и так далее. Но их тысячи, этих людей, те, которые пытаются сохранить капельки достоинства, они либо помалкивают, либо в этом не участвуют, либо уехали из страны. Либо уже уехали, да. Вот, поэтому, повторяю, на практике контакты, конечно, с Москвой не прекратятся. Они будут, они будут, в общем, очень такими фокусными, касаться каких-то конкретных проблем. Это никоим образом не будет способствовать развитию страны. Да, сейчас какое-то оживление экономическое наблюдается, поскольку страна переведена на рельсы военного производства. Военные заводы, которые, казалось, не возродятся, значит, возобновили работу, люди получают какие-то большие зарплаты. Но это работает только в условиях войны. И не надо забывать, что, я не сравниваю ситуацию, это абсолютно несравнимое, что во время Второй мировой производство Советского Союза, это было малой частью того, что требовалось фронту. Потому что большую часть и вооружений, и транспорта, и продовольствия, с амунированием нет, ну, какого-то сырья для производства необходимых вещей, это все поставлялось по ленд-лизу. По ленд-лизу. Это были огромные объемы. Северным путем, по-другому и так далее. Сейчас этого ленд-лиза нет. Ленд-лиз сейчас идет, сейчас идет Украине. Ну, своеобразный ленд-лиз, как раз по системе ленд-лиза нет, но, хотя мы ждали, кстати, вот мы, помните, мы обсуждали, что вот ленд-лиз, и символически это было очень важно. Но нашлись другие правовые механизмы, которые, в общем, тоже работают, нет необходимости возвращаться вот к этому. Поэтому не воодушевило совершенно, просто поместило Молдову, Россию, вот в клуб этих недемократических государств. В этой связи, если позволите, у нас есть еще несколько минут? Есть, есть, конечно. Я просто хочу обратиться вот к нашим политическим лидерам, политическим силам. Вы хотели... Вы прямо у меня сорвали. Ну, давайте, вы... Говорите, пожалуйста. Да, да, да. Которые дендо и ношно повторяют... Да, хотят в России, да. Молдова движется к диктатуре и к разрушению правового государства. Окститесь. Вы просто посмотрите, сравните. Ну, в Молдове нет того, что происходит там. Конечно. Ну, нет того. У нас не сидят по тюрьме политические оппоненты власти, оппозиция. У нас свободные относительно выборы. Ну, у нас менялась власть через выборы. Да. У нас свобода слова. Тут могут возразить, что вот закрылись, так сказать, телевидение, там, сайты и так далее. Да, 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 угнить цензуру. Тут я отчасти принимаю эту критику и аргументы. Но не надо забывать, что мы в условиях войны действуем. Вот. И потом... Сегодня вот было интервью опубликовано Майе Санду, российскому журналисту Дудю. И там был вопрос. И президент спросил, сколько тратится на пропаганду российскую? Миллиарды долларов. Ну, как мы можем сопротивляться пропаганде, которая получает такие ресурсы? У нас нет таких ресурсов. У нас людей даже таких нету. Или в достаточном количестве, которые могут противостоять этой волне пропаганды. Поэтому чрезвычайные меры приходится принимать. Я вот буквально тоже сюда еще свои пять копеек вставлю. Послушайте, значит, в России существует одна единственная точка зрения, она же кремлевская, она же пропаганда, на всех без исключения каналах и средствах пасовой информации. Будь то Соловьев, Симоньян, это не суть важна, это все одно же. Песков, это все оттуда и все одно же. И вот эта лавина обрушивается, как вы сказали, на наши головы. И мы должны при этом, как вы считаете, имитировать из себя добропорядочных демократов и говорить, ну пусть они все это передают, у нас же право выбора должно быть и так далее. Нет, я как раз в данном случае... Это не первый раз звучит, это что демократия, демократия, а мы должны. Это вот сегодня, и в этом интервью это звучало, что Дудь спросил, Юрий Дудь спрашивает, а разве правильно не демократическими методами, так сказать, защищать демократию? Я представлял Молдову в Совете Европы, я знаю, что написано в документах Совета Европы, в том числе Конвенции по правам человека. И написано, для защиты общественного здоровья, для предотвращения ситуации, значит, несущих угрозу безопасности и так далее. Государство имеет право защищаться, предпринимает чрезвычайные меры. Я не вижу нарушения демократии в том, что мы пытаемся защититься от превосходящей нас силы, нас силы, желающей разрушения нашей страны, желающей остановить нашу политическую повестку, изменить ее, поработить нас обратно и так далее. Поэтому мы не можем говорить, что мы не будем белых перчатков, мы как раз в белых перчатках действуем. Вот мы всегда даже говорим, что мы не нарушаем нормы демократии. Потому что я тоже верю, что нельзя неблагородными методами добиться благородных целей. Но мы как раз соблюдаем закон, как раз международное право, частью которого мы являемся, предусматривает такого рода ситуации. Поэтому тут вполне, вот президент почему-то не ответил, она была четче в этом смысле. Мы соблюдаем букву и дух международного права. И демократических норм. Тут у тебя было нарушение. Другое дело, что, может быть, нецелесообразно было. Мы обсуждали это. Другой вопрос. Но тут не идет речь о нарушении демократических норм. С моей точки зрения. Согласен. Убедили. Да. Вот дали повод поднять... Поднять, наконец-то, этот триггер. Поэтому вот, если уж я сбил вас, извините. Почему? Поэтому вопрос этим людям, о которых вы говорите. И Пшоры, и Дадон, и прочие, так сказать. Вы хотите так, как в России. Вы хотите, чтобы в Молдове президент пришел к власти, и мы не могли выгнать его четверть века. Вы хотите, чтобы у нас закрылись все газеты и все порталы, кроме тех, которые облизывают главу государства. Вы хотите, чтобы у нас гражданского общества не было. Вы хотите, чтобы, если ты что-то поперек сказал, чтобы тебя в тюрьму бросили, так как Плохотнюк стал строить такое. Плохотнюк стал такое строить. Уже память очень короткая. Эти люди нам представляют Россию как образец. А сами вы хотите так жить? Или вы хотите все-таки, чтобы вы действовали в свободной демократической стране? Может быть, не такой богатой и не такой огромной, как Россия, но все-таки свободной и демократической. Вот пусть они смотрят вот эту инаугурацию, шоровцы пусть смотрят, пусть смотрят додоновцы, или как их там, возрождение там и так. Вот смотрите, вот это нормы и стандарты, которые не разделяет никто в мире, кроме клуба известных диктаторов, так сказать, и так далее, в который вошла, к сожалению, Россия. Мы не хотим этого делать. Да, и чтобы было понятно соотношение сил, чтобы, так сказать, закрыть тему легитимности, хочу сказать, что вот в парламенте резолюции в европейском было принято 493 голоса за и 11 против. Единогласно практически. Вот это практически единогласно. То есть надо понимать, что не может весь нормальный мир ошибаться. То есть такого не бывает в природе просто. И вот один какой-то супермен, там, демонстрирующий всему миру, что это у него какая-то своя правда, какой-то свой особый путь и так далее, и так далее. Эти дискуссии, к сожалению, в последние века постоянно происходили в России. Это не величие, это карикатура на величие. Да, это карикатура. Карикатура на величие, понимаете? Совершенно верно. Величие – это когда у тебя люди сыты, обуты, счастливы, защищены и с уверенностью смотрят в будущее. Нет империй в 21 веке территориальных, которые захватывают территории. Империи бывают индустриальные, уже постиндустриальные, слава богу, уже в развитии в технологии, технологические и так далее, и так далее. Мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Итак, мы вернулись, продолжаем нашу дискуссию. Вот в связи с инаугурацией есть интересная сюжетная линия. Буквально накануне, то есть вчера, 6 мая, Министерство обороны России сообщило, что генштаб по поручению главнокомандующего Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений.